добрый день дорогие друзья вы на канале мода с владанной сегодня мы со своим чудесным оператором супругом по совместительству решили выбраться на природу на пленэр для того чтобы отснять наше новое видео районы города остались за спиной позади мы на природе прекрасная зелень ароматы очень захотелось после трудовой недели перезагрузиться наполнится энергией матушки земли даже просто хочется лечь на травку и расслабиться слиться с природой а вот у меня в руках чудесный букет полевых ромашек он прекрасно подошел к моему платью в горошек это платье вы видите в пол вот такое у меня новое платье которым мне захотелось с вами поделиться это платье продолжение нашей черно-белой темы тема в полоску теперь на мне очередной модный принт этого сезона и многих сезонов этот принт это классика жанра ткань в горошек вы видите белая в черный горошек это штапель легкий прекрасный материал который не парит в котором летом очень хорошо себя чувствуешь и черная сеточка в горошек которую я использовала для оформления плечевого пояса вот в зоне декольте у меня такое решение также я сделала заготовила вот такую интересную деталь это у меня драпировка цветочек который я могу использовать в разных вариантах ну вы видели как украшение на груди если мне хочется попроще я вообще его убираю или же можно его и сюда и к примеру здесь есть кнопочка и я могу его приколоть у себя на поясе здесь у меня тоже есть кнопка и вот такая деталь которая сделана для того чтобы поддержать вот эту сеточку которая проходит у меня на груди вы видите платье в пол фасон достаточно простой здесь расклешенное платье к низу вниз я перевела на грудные вытачки также у меня под животиком проходит кулиска в которой где-то резинка и по кулиске предусмотрен пояс все свободно эта модель хороша как для худеньких девочек так и для полных поэтому рекомендую она элегантно стильно душевно ну вот ощущаю себя в этом платье очень комфортно рукавчик прямой свободные три четверти прикрыт локоток не жарко проймочка свободная все замечательно мило нежно вот вы можете посмотреть спинку вот такая у меня спинка вверх платья завершен сеточкой это абсолютно прямая ровная линия которую я собрала такой милой рюшечкой по форме плечей и вот она у меня достаточно аккуратно и красиво завершила верх моего платья вот мы с вами рассмотрели модель на мне все нюансы все подробности этого моего элегантного платья мы рассмотрим на столе и вы убедитесь что как всегда все просто в плане конструкции и в плане изготовления поверьте на эту модель мне понадобилось пол дня и платье готово я думаю что и у вас все получится для этого платья мне понадобилось 2,80 штапеля и полметра сеточки может быть батист или же шифон вместо сетки это уже на ваши вкусы ну и соответственно штапель вы можете также заменить другой тканью схема построения это моя основа на 54 размер мой рост метр шестьдесят восемь принцип построения вы сейчас поймете перед спинка нагрудная вытачка я ее раскрываю вниз изделия сделав линии реза линия реза проходит по центру груди и вторая линия реза проходит на участке от центра груди до бока 1 2 переведя нагрудную вытачку схлопнув ее у меня внизу получилось 60 сантиметров спинку я также линии реза провела разделив верх спинки на три части и по низу раздвижка на 10 сантиметров в каждую линию реза получилась спинка по низу 55 сантиметров у нас есть линия реза по зоне декольте в этом месте соединяется основная ткань с сеточкой эта линия у меня по переду от центра груди находится на расстоянии 6 сантиметров по пройме на расстоянии 14 сантиметров это перед по спинке также по пройме 14 сантиметров по сгибу на спинке от линии груди 9 сантиметров и я сделала плавную линию я посмотрела так чтобы у меня было закрыто белье чтобы была красивая линия то есть вот ее место расположения и вот наша линия реза вот в этих местах выходит на наш рукавчик что еще по спинке и переду здесь проходит кулиска кулиска резинка которая у меня проходит под животиком и она от линии проймы на расстоянии 36 сантиметров юбочка моя от кулиски 90 сантиметров длиной здесь вы уже опять же под себя затягиваете резинку я вам покажу на платье все узлы покажу эту кулиску покажу сеточку как у меня все это обработано так остался наш рукавчик сейчас я вам продемонстрирую рукавчик рукав мой общая длина 45 сантиметров от вершинки головки я отступаю линию реза на 5 сантиметров вот 5 сантиметров от вершинки так соответственно длина рукава 40 сантиметров от проймы 25 это прямой рукавчик не расклешенный абсолютно прямой рукав и получается длина прикрывающая локоть три четверти нам осталось еще сакцентировать внимание на нашей сеточке которая проходит по зоне декольте это абсолютно прямая деталь прямоугольная она у меня в два слоя со сгибом 25 сантиметров ширина а длина опять же со сгибом 57 сантиметров проходит один шов сзади по центру спины ее длина это длина нашей линии реза вот это вот линия реза по переду по спинке по рукавчику это вот все вместе я суммировала и у меня получилась длина моей сеточки в зоне декольте вот со сгибом 57 сантиметров одна сплошная прямая полоса я согнула в два слоя и на расстоянии 2 сантиметра от сгиба я прострочила двойной шовчик и сделала сборочку вот вы видите как это выглядит вот вместо сшивания у меня нет сборочки ровненько все ровненько пришито оверлоком обработано и закреплено строчкой чтобы не выворачивался наш шовчик здесь вот двойной слой сгиб было сделано две строчки аккуратненько я стянула это во время примерки я определила насколько мне нужно делать эту сборочку можно плотнее можно свободнее то есть я так посмотрела чтобы у меня платье держалось на плечах и соответственно чтобы у меня не разорвались мои ниточки я тоненькой кисемочкой это все ленточкой закрепила сзади у меня единственный шов стачивания его даже не видно так аккуратненько все стачали что даже не видно один единственный шов по центру спины в разутюжку на моей сеточке все аккуратненько мы сейчас с вами посмотрим на мою резиночку кулиску вот вы видите я растянула и здесь видно что вшита кулиска вы конечно же хотите посмотреть как это выглядит изнутри здесь у меня пришит тоненький батистик тоненький батист вырезана была полосочка заглажена аккуратно наколота и пристрочена плотненько так введена плотная резиночка чтобы она не перекручивалась два сантиметра шириной опять же под себя вы затягиваете эту резинку вот в районе шва у нас место входа резинки для дальнейшей корректировки в процессе бывает резинка растягивается или наоборот нужно ее послабить поменять поэтому мы всегда оставляем дырочку низ обработан оверлок и строчка на 0,1 также обработан низ по рукавчику но можно обрабатывать широким подворотом это на любителя змеек у меня нет никаких нигде все просто и легко одевается снимается так и последняя деталь мой пояс с бантиком декоративным ну пояс длиной у меня 230 ширина 4 с половиной сантиметра пояс я сделала длинный захотелось мне поддержать вот эту деталь из сеточки на груди и я сделала вот такой чудесный бантик вот такую интересную драпировку в виде цветочка это все было затянуто прямая полоса собралась в такую гвоздичку все это было пришито к поясу вот с одной стороны и зафиксирована большой кнопочкой так ну и в нужном месте вот вторая кнопочка так чтобы застегивался пояс и держался наш бантик для пояса были сделаны на боковых швах вот такие ушлевки так чтобы была возможность поясу подвижность осуществить чтобы пояс и не спадал но в то же время фиксировался это из ниточек сплетены такие шлюпочки так ну вот все мы моменты с вами прошли оно простое в изготовлении но достаточно красивая романтичная и душевная за счет своего такого горохового принта модного актуального сегодня ну и удобная настолько удобная вот летом по жаре в городе нигде ничего не зажимает не ограничивает просто фантастика платье мечта меня сложно чем-либо удивить я люблю креатив но на фоне моего креатива нужно и вот такое платье функциональное универсальное душевное модное элегантное на все размеры я уверена что это платье подойдет и худеньким и полненьким и молоденьким и дамам элегантного возраста я думаю оно украсит всех дорогие друзья я надеюсь что вам понравился мой сегодняшний обзор это платье оно мне нравится а я всегда живу по принципу для людей делать как для себя все с душой и любовью ну что сегодня эта природа чудесная вдохновляет меня на творчество на то чтобы вам пожелать находить в своей жизни свободные минутки остановить мгновение и слиться с природой наполнится ее чудесными дарами и и энергией послушать пение птиц сверчков это так важно это так замечательно шум города остался вдали ну а мы сейчас будем продолжать наслаждаться этим чудесным вечером закатом солнца я вот не понял где лучше все-таки этот бантик смотришь на поясе на голове ну а вы как считаете могут быть различные варианты можно и на поясе можно и без бантика тут уже я люблю трансформации любые можно на сумочке можно на ручке куда угодно ставим пальчик вверх подписываемся на мой канал до скорых встреч буду вас радовать своим креативом люблю всех подписываемся на мой канал до скорых встреч 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 Продолжение следует...